Всем привет, на связи IT District и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить про обучение Android. Меня часто спрашивают про обучение Android программированию. Этот вопрос вполне понятен, так как обучение Android разработки не такое уж простое занятие. Я прошел этот путь, к сожалению, за полтора года, но тем не менее, теперь уже я знаю, как это сделать за три месяца. Сегодня я вам расскажу, как это вы можете сделать наиболее оперативно и качественно. Но если вы хотите, чтобы я вас выучил на Android разработчика, если вы хотите владеть всеми актуальными скиллами для Android разработчика, актуальными на 2021 год и закрепить все это на практике, тогда я рекомендую вам записаться ко мне на комплексное, полное, индивидуальное обучение. Для консультации свяжитесь со мной, все ссылки для связи есть в описании и закрепленном комментарии. Вы за три месяца сможете стать полноценным Android разработчиком и получите все навыки для старта в этой сфере. А мы начинаем. Видео разбито на главы, вы можете перейти на интересующую вас часть, но я рекомендую вам посмотреть все это видео целиком для того, чтобы иметь полную картину. Итак, в чем же состоит основная проблема освоения этой профессии? На самом деле таких проблем несколько, но самое главное это непонимание того, что изучать, в какой последовательности изучать и откуда в принципе брать материал для изучения. Также особенной проблемой является отсутствие такого, как бы сказать, ментора или человека, который будет вас направлять по волнам освоения по такой профессии, как Android разработчик. Давайте всех тех, кто заходит и собирается изучать Android разработку, мы в рамках нашего видео будем называть учениками. Итак, ученики, как правило, когда начинают интересоваться этой сферой, в первую очередь, что они делают? Давайте подумаем. Но они заходят в Google и вводят поисковой запрос обучении Android или что должен знать Android разработчик. И если мы посмотрим, например, сервис WordSat Яндекс, который показывает количество запросов в поисковой сети, в данном случае в Яндекс, то мы увидим, что эти два поисковых запроса набирают почти несколько тысяч запросов в месяц. И для такой сферы обучения, как Android разработка и в целом программирование это довольно-таки много. Но по мере усложнения материала, например, если мы посмотрим, сколько уже набирают количество запросов в поисковые ключевые слова, связанные хотя бы, например, с изучением базы данных для Android разработчика, мы увидим, что в лучшем случае такое количество будет меньше в несколько раз уже. С чем это связано? Все просто. На старте учеников огромная мотивация и запас сил. Но из-за того, что они идут не по правильному пути, им кажется, что для них это недостижимая цель. И, как правило, после второго месяца они забрасывают эту идею. А на самом деле за три месяца можно освоить всю профессию для старта. То есть, почему такое количество запросов уменьшается? Большая часть всех учеников перестают интересоваться этой темой. Итак, давайте разберем, где возникают трудности. Как только ученик начинает подходить к обучению Android разработки, он понимает, что ему нужно начать, естественно, с изучения языка программирования. Если под iOS это Swift, то с Android не все так просто. Все мы знаем, что всегда Android писался на Java, но в последние годы уже используется Kotlin. И тут ученик начинает думать, на чем писать ему на Java, на Kotlin, что изучать. И тут ученикам дурят голову и запутывают их еще больше. Они не понимают, что изучать, Java или Kotlin. Как правило, ученики начинают гуглить с целью понять, какой язык нужно изучать. И тут в дело вступают все те, кто либо привык писать на старой Java, либо те, кто проталкивают свои старые курсы по Java, и им невыгодно вам говорить о том, что нужно изучать Kotlin. Ведь тогда их все курсы можно взять, свернуть и выкинуть в мусорную корзину за ненадобность. А зачастую и первая, и вторая категория людей, и те, кто пишут на Java, и те, кто толкают свои курсы, это одни и те же люди. Их нежелание переходить на более современный Kotlin зачастую сбивают с толку всех учеников. Уже даже Google говорит нам, разрабатываем Android приложение на Kotlin. Нет, люди еще думают. Хотите я вам расскажу, что будет, если вы начнете изучать Android с Java? Вы просидите за ее изучением примерно год, но так и ничего не сможете написать толкового под Android. Будете заниматься всякой ерундой. Намного проще и разумнее стартовать с Kotlin. Итак, с языком программирования мы определились. А что все-таки изучать в нем? Я советую освоить работу с переменными функциями, условными операторами, циклами, массивами, коллекциями и поверхностно познакомиться с классами, интерфейсами и принципами ООП. Это хватит для того, чтобы заняться изучением Android разработки. Не нужно все подряд изучать в Kotlin. Ни к чему хорошему это вас не приведет. При изучении Android, если какие-то глубокие знания вам понадобятся, то вы всегда сможете это все доучить параллельно с практикой, что приведет к наилучшему усвоению материала. Кроме того, при изучении Android разработки, так же как и при изучении любой технологии, то есть при изучении программирования очень важен короткий результат. То есть не нужно изучать одно, второе, третье, не видя результата. Ваш мозг будет сопротивляться. Вам будет лень все это изучать. У вас будет ступор. Тут важен быстрый результат. Например, научили создавать окно, то есть экран, активить. Отлично. Далее вы должны научиться, допустим, размещать кнопочку, и чтобы при этапе по этой кнопочке запускался, например, другой экран. Научились это делать, вы уже видите результат, что не все это зря вы делаете. И вот по маленьким шажочкам нужно продвигаться дальше и дальше к цели. Итак, язык программирования мы изучили. А что дальше? А затем вам нужна программа обучения. На своем курсе я индивидуально подхожу к обучению под каждого ученика, так как у всех разный уровень подготовки к программированию и разные возможности по времени, различные способности и многое другое. То есть учитываются многие факторы. Также очень большой проблемой является сама информация. Вы можете наткнуться на два вида источников. На справочный и на преподавательский. В справочном источнике будет просто сухая информация. И вы с этой информацией, если вы начинающий, а это видео предназначено именно для начинающих, вообще ничего не можете там понять. И вы пойдете к преподавательскому контенту. Но, скорее всего, вы наткнетесь на более устаревшую информацию. И итог один. Большинство информации, которые вы найдете, она будет непонятная и неразжевыванная. То есть вы найдете пример, как это можно использовать. Вы все скопируете код, запустите и увидите в итоге, что у вас ничего не получится. Потому что либо мог метод поменяться, либо что-то еще другое поменяться. Либо теперь это делается по-другому. То есть, скорее всего, вы в открытом доступе найдете не такую уж ценную информацию, а вся ценная информация. Ее либо нужно копать на англоязычном источнике довольно-таки долго, но не вся. Я сейчас имею в виду более сложную информацию в плане фреймворков. Лишь реализации какой-то новой фичи. Ну, итог один. Вам нужен человек, который вам все это разжует и расскажет, как это правильно в настоящий момент делать. И доведет вас до того момента, когда у вас все сработает. И вот поэтому очень важно, если вы хотите быстро стартануть в этой сфере, а не ковыряться годами, не понимая, почему у вас одно не запускается, а второе не запускается. О, третье запустилось, а вот это не запускается. Давай разбираться. Вот именно очень важно пройти ко мне на обучение, где я вас индивидуально буду обучать. И я вам так скажу, я очень много провел времени за поиском такой информации. И самая последняя, самая актуальная информация, ее нужно знать, где искать. Она в довольно-таки закрытом варианте. Вы сейчас видите трехмесячную программу обучения для ученика, который не знает Android разработку, но немного сталкивался с Java и пару раз запускал Android Studio и подключал смартфон к ней. И скорее всего, я так полагаю, что он также начинал с Java, но потом, скорее всего, запутался и не понимал, что изучать дальше. Я для него написал трехмесячную программу обучения, по которой мы будем с ним работать индивидуально. Эта программа включает изучение всех основных скиллов, фреймворков, которые использует Android разработчик при разработке мобильных приложений в 2021 году под платформу Android. Да, под конец я предоставляю также несколько бонусов, плюс бесплатную неделю для объяснения дополнительных технологий, если необходимость в их изучении возникнет в процессе обучения. Как вы можете видеть, программа обучения состоит в быстром освоении за неделю, например, языка Kotlin и основ Android. Если ученик не успевает и растягивает это все на несколько недель, то за дополнительные недели он ничего не оплачивает. То есть вы можете изучать в своем удобном для вас режиме, да, с удобной для вас скоростью. Но имеется возможность все быстренько освоить за 3 месяца и это нормальная скорость. И если вы будете при обучении прислушиваться к тому, что я вам говорю и все повторять, тогда за 3 месяца это вполне реальный срок для освоения профессии. В курсе мы работаем и закрепляем весь материал на практике, так как если вы не практикуете свои знания, то значит они ничего не стоят и вы не запомните ничего. Это очень важно. Я это понял еще на собственном опыте. После основ мы будем изучать работу с виджетами, а именно с теми виджетами, которые поставляются библиотеками Material Design. Мы будем работать с базой данных на устройстве, с базой данных на сервере, то есть с MySQL. Мы будем учиться работать с такими фрейворками, например, как Retrofit, Coin и многими другими. Мы даже освоим архитектуру Android приложений. На выходе вы станете профессиональным Android разработчиком, который будет разбираться в качественной архитектуре Android приложений. И сможете с легкостью идти по своему пути. И не важно, что это будет. Либо трудоустройство в компанию, либо вы захотите писать свои проекты, либо работать с заказами для своих клиентов. О том, как развиваться по каждому из этих путей, я также обучаю на моем трехмесячном курсе. Итак, какой вывод мы должны сделать из этого видео? Проблема в обучении – это незнание того, что изучать, неправильное построение стратегии обучения, использование неправильных источников информации, отсутствие практического подхода в обучении и отсутствие человека, который будет вас направлять и мотивировать. И как результат, в лучшем случае обучение растянется на несколько лет, а в худшем – все стремление закончится через несколько месяцев. Поверьте, я знаю, с чем я говорю. Мой срок обучения составил полтора года. И да, я начинал с Джавы. Я начинал с ней, потому что Котлин не был таким известным. И поэтому я знаю всю боль обучения Android-разработки и смогу вас довести до результата за три месяца. Если, конечно, вы будете выполнять мои рекомендации. Если хотите стать Android-разработчиком оперативно и качественно, используя только актуальные технологии, то записывайтесь на трехмесячный курс с возможностью оплаты помесячно, что дает вам наибольшую безопасность. Я уверен в своей методике обучения и поэтому предоставляю возможность оплату частями. Для консультации по поводу курса свяжитесь со мной. Все ссылки есть в описании к видео и в закрепленном комментарии. Я рад буду с вами пообщаться. А на сегодня у меня все. С вами был IT-Дистрикт. До связи на следующей неделе.